здравствуйте господин тарасов добрый день мы сегодня в дмитрове на тренировочной базе где проходит сбор команда юниоров до 21 года до сборной россии по дзюдо хотя этот год такой юбилейный 100 лет дзюдо в россии но вопросы наши будут связаны может быть какой-то части дзюдо потому что как говорят дзюдо это не только борьба но и вообще путь до жизни человека вот поэтому порядка 30 вопросов но и по возможности вы постарайтесь на них ответить где бы вы хотели жить в том месте где родился ну если конкретно башкирии что такое что такое для вас наивысшее счастье счастье быть в гармонии со вселенной какие ошибки вы считаете достойными наибольшего снисхождение но мы это не святые я так думаю что мы всегда делаем же ошибки если они не повлекли за собою каких-то серьезных последствий то можно на эти ошибки сделать и снисхождение ваши любимые литературные герои литературные герои их много если даже просто задумываться ну на сегодняшний вот сегодняшнюю секунду там минуту же оставь бендер ваш любимый исторический персонаж спартак ваш любимый художник художник шишкин ваш любимый музыкант музыкант владимир семенович высотки и музыкант исполнитель своих песен бард все в одном лице какое качество вы особенно цените в мужчине в первую очередь это порядок а в женщине мудрость какие из человеческих добродетелей для вас наиболее привлекательны милосердие ваше любимое занятие рыбной ловли кем из известных вам людей вы бы хотели бы быть о черчилле главная черта вашего характера даже даже как я затрудняюсь как можно о себе говорить какой главный чертам и ну вот вы какой-то да себе ну как резюме такой не знаю как как вот вы себя можете охарактеризовать как вы думаете ли как вы думаете как людям могли бы вас охарактеризовать вот ваш черту характера главное тут я затрудняюсь отвести какая главная черта моего характера мне кажется все и в купе и что-то это не хватает в первую очередь что наверное некоторая склонность к недооценке своих возможностей что вы всего что вы больше всего цените в друзьях если конечно таковые есть именно дружбу главное что же поддержка ваш главный недостаток несмотря на то что вы тренивый да ленивый конечно надо это работать больше то есть на тренировках я слышу все время говорите давай давай это то есть вы не ребят подбадриваете а себя конечно первую очередь если я им буду отдавать же энергию свою они будут работать ваша мечта о счастье я счастливый тем что я живу тоже счастье что было бы для вас самым большим несчастьем даже так вот чтобы ответить большими часть это же скорее всего наверное же нехватка же общения с близкими с друзьями вот это было бы самым большим счастьем каким вам хотелось бы себя видеть в первую очередь успешно то есть вы думаете что как вот на сегодняшний день то есть как вы считаете вот этот я считаю что мы в настоящее время очень стали бедны духовно если бы еще духовности добавилось у нас бы во всех мне кажется было бы интересней жить все-таки кажется но сейчас это и те же материальные стороны перешли на первый план какой-то в общей своей массе и куда-то уходит духовности она как будто растворяется а ваш любимый цвет цвет у меня зеленый цветок цветок у меня ромашка а птица птица чиж а какой ваш любимый поэт ну тоже это же могу сказать так же как а владимир семян 4 поэт и композитор я уже заговорил повторял в реальной жизни вам приходилось бы вам приходилось сталкиваться с героями и кого вы можете назвать героем для вас в реальной жизни как это сказать в реальной жизни у нас же это все же относительно что такое же героизм это все же относительно ну а что такое для вас герои меньше героизм это когда человек может же перешагнуть же оставить и свою жизнь ради того чтобы спасти близкого или страну или сделать какой-то подвиг но а как вы считаете в реальной жизни кто-то такое для ну как вы думаете вот именно для не то что для вас конкретно вообще в реальной жизни если такой человек можете ли вы такому назвать родина мать это награждает людей и звездой герои значит же героизм это присутствует и он есть я считаю что он будет присутствовать и через 20 лет через 40 лет потому что люди лишь попадают в какие-то же экстремальные ситуации и из этих экстремальной ситуации те которых награждают впоследствии званием же героя не значит выходят достойно из этих ситуаций любимые имена ваши давайте так там парочку если есть парочку можно женское мужское имя если же любимые значит и межа мужской лишь георгий семён женская нина галя а что вы больше всего ненавидите больше всего очень ненавижу же интриги и подлость а в вашей жизни бывали такие ситуации когда вы сталкивались с подлыми людьми или с людьми которые интриговали там да я думаю что это подлых людей нету они же просто может быть же не ведают что творят все может быть в их воспитании такого слова него а какой исторический персонаж вызывает у вас презрение да я бы тоже бы не ответил как может быть же исторический же персонаж можно вызывать какое-то презрение если мы не были в то время в данную минуту и в тот час в том месте чтобы же брать и судить каком-то поступки человека или персонажа только по записям которые составили же историки но вы вообще склонны к тому чтобы судить кого-то или как вы считаете но я думаю что так уже где-то на протяжении двух лет я думаю что я уже не склонен кого-то судить а какое военное событие на ваш взгляд достойно наибольшего восхищения я так думаю что бородино что на таком участке земли на этом клочке можно было сказать что погибло очень большое число и французов и российских людей что если бы этот клочок весь за за полтора дня если бы уже уложить всех одного на одного то ему было бы восемь человек в ряд это жуткое было сражение а почему говорю я о нем потому что где-то лет получилось наверное как он девяностом году лежал в госпитале за мной лежал доктор наук же профессор как раз он свою докторскую защищал вот как раз по бородинской битве и когда ее было время с ним пообщаться когда рассказал это было что-то такое что уже может быть но у каждого человека как и говорится взгляды разные но на сегодняшний день да я считаю на это событие она вычитать дар которым вам бы хотелось обладать ну наверно понимание людей большее понимание людей чтобы можно было бы понять каждого кто со мной же общается с кем общаюсь я состояние духа вашего на сегодняшний момент отлично ваш девиз только вперед ну вот мы наверно подошли к итогу нашей сегодняшней беседы и надеюсь что с таким девизом вы и сборную юниоров подзюдо приведете к самым большим высотам спасибо большое спасибо